Друзья, всем привет! Я сегодня с мамулькой. Идем на мероприятие Вишин. Нас пригласили. Там будут подниматься такие вопросы, как уход за лицом, за кожей лица, массаж лица. Для возрастной кожи и не для возрастной кожи. Беру вас с собой. На улице сегодня замечательная погода. Мероприятие находится на Васильковской, так как сегодня воскресенье. Я очень быстро приехала, всего лишь 45 минут сюда. Через весь город. Удобно было добираться в выходной. Девочки, привет! Немножко вставочка из дома. Я хочу сказать, что это видео будет полезно для девушек, для женщин, для всех разного возраста. Здесь будет страгиваться тема, такая как менопауза. Я думаю, это довольно интересная тема. Сейчас, на самом деле, я вижу, что многие об этом молчат, но время очень быстро идет. Если вы знаете, мы уже слышали об этом, что менопаузы иногда наступают довольно рано. Виши создали такое мероприятие, чему я очень благодарна. Они позвали блогеров вместе с мамами. Это вообще очень замечательно. И маме моей понравилась информация, которую она услышала. Мне кажется, что до похода на мероприятие она даже о кое-каких вещах и не знала. Я вас просто хочу пригласить побывать вместе со мной на этом мероприятии. Я засняла кое-какую информацию, которую я просто успела заснять. Там было довольно интересно. И массаж мы делали. И много-много полезного, чего мы узнали. Также мы собирали красивые букеты. И самое главное, тоже еще из основного, самого главного, нам проверили кожу специальным аппаратом. Косметолог Виши. И я узнала, на самом деле, какая у меня кожа, какая кожа у мамы. Об этом я расскажу немножко позже. Еще одна важная информация. На официальном сайте Виши вы найдете целый раздел «Менопауза. Не повод для паузы». И там просто очень много разных статей по поводу самой менопаузы, по поводу возраста. И по поводу того, как жить в этом периоде, как ухаживать за кожей лица, как ухаживать за телом, как питаться. Также затрагивают интимную тему. То есть там очень много разных статей у специалистов, которые на протяжении 15 лет вообще выясняли. Все вот эти вот подводные камни менопаузы, я думаю, будет полезно почитать не только взрослым женщинам, но а также и тем, кому до 30 даже лет. Потому что, если вы не знали, менопаузы иногда по разным причинам наступают довольно рано. С кое-какой информацией вы могли уже видеть у меня в инстаграме в историях. Также был хороший акцент на то, как нужно себя держать в форме, да, как нужно правильно питаться. Просто обычное ПП, хорошо заниматься спортом в плане быть активной, много ходить, хотя бы много ходить, да, быть подвижной. Всю свою жизнь до этого периода. И когда у вас наступит этот период, вам будет намного легче, вы будете более активны в этом возрасте, когда у вас наступит. И вот говорят, что на самом деле, да, в 69 лет женщина себя чувствует самой счастливой, самой даже иногда активной. Это, конечно, касается стран, ну, Европа, Америка. У нас, в принципе, тоже, я начинаю замечать, что женщины, которые уже переступают вот 40 лет, они больше начинают за собой ухаживать, больше за собой смотреть, правильно питаться, заниматься каким-то фитнесом, йогой. Это очень круто. Также ухаживая своим лицом за кожей лица. Самый главный момент, это я знала еще до похода на это мероприятие, девочки, массаж лица. Да, вот я очень часто видела результаты до-после, да, они гуляют по интернету. Также я подписана на нескольких блогеров, которые вот именно делают, учат, да, обучают массажу лица. Это реально очень сильно работает, и я хочу приучить себя делать массаж лица, потому что все-таки 30 лет туда-сюда уже возраст, да. Моргну и скоро 40, и нужно, чтобы овал лица все оставалось в довольно таком хорошем виде, не растянутым, не обвисло, чтобы все было потянутое и упругое. Я очень хочу сама лично познакомиться с этим массажем лица, фитнес для лица, кто еще так называет его, кто не знал, вот. Погуглите, почитайте, это очень интересная тема. Самое главное просто научиться приучить себя, чтобы выработалась какая-то привычка делать этот массаж лица. Также на мероприятии Виши презентовали новинку Нео Водиол, там есть новинки, есть уже продукты, которые были давно, выпущенные в производство, да, и уже продаются в сети аптек. Всю косметику Виши можно купить в аптеках или же заказать онлайн, кому как удобно. И там есть одна новинка, которая вот-вот только появилась на рынке, это кремчик для контура, контура шеи, нижней части лица и декольте. Мама будет тестировать новинки, будет тестировать и дневной крем, и ночной крем для контура глаз, по-моему, и вокруг губ. И еще, по-моему, будет тестировать, если не ошибаюсь, именно вот эту новинку для шеи, декольте и нижней части лица для контура. Потом она обязательно поделится своими впечатлениями. Мы сейчас будем проверять состояние кожи, вот, какая у нас. Я думаю, нам подскажут правильно все, потому что мама, мама какая у тебя? Комбинированная, да? Склонок к жирности. Подберут какие-то продукты тоже. Тут можно букетики делать красивые. Есть очень красивые локации, тоже маму потом пофотографирую. И макияж можно без проблем сделать. Ну, в принципе, то, что вы поменяли ухват, это тоже маленькая девчонка. То есть полтора недели это мало, это должно быть много за полноценную смазанку. Ниже нормы. Да, ниже нормы, но не критично. У вас комбинированный тип кожи. То есть, эта зона более активно вырабатывает кожу, а здесь кожа нормальная. Ну, а что касается проверки нашей кожи, я думала, что у мамы жирная кожа. На самом деле, у нее комбинированная кожа, поры расширенные. Это нормально, если поры немножко расширенные. Также у меня. У меня комбинированная кожа, расширенные поры. Ну, так как должно быть при комбинированной коже. Зона Т довольно такая она жирноватая. Здесь щечки у меня сухие. И моя кожа нуждается в увлажнении, чему я очень сильно удивлена. Потому что у меня очень хорошая серия La Roche-Posay. Гиалу Б5, именно, которая работает на увлажнение. У меня есть сыворотка и кремчик. У меня все. Плюс я, конечно, не только этим пользуюсь. У меня еще есть разные корейские продукты для тоже увлажнения. И для выравнивания рельефа от пигментации. Кстати, пигментации у меня нет. Постакне. То есть, кожа моя в хорошем состоянии. Только очень сильно нуждается. Ну, не так, чтобы сильно, прям супер. Но нуждается в увлажнении. Над этим я сейчас работаю. Буду больше масочек делать увлажняющих. Кремчики какие-то тоже. И есть один продукт от Виши, который я очень давно хочу попробовать. И как раз мне его порекомендовали. Это бустер. Он очень хорошо работает на увлажнение. Мне девочки многие рекомендовали. Советовали его тоже блогеры, которые попробовали данный продукт. Но вот все, никак не решусь. Там уже посмотрим. Попозже, скорее всего, я его приобрету и буду использовать. Мне порекомендовали для увлажнения данный продукт от Виши. Минерал 89. Я много, кстати, о нем слышала. Напишите, кто пользовался, как он вам. Девочки вообще, большинство моих знакомых, очень сильно хвалят. Маме порекомендовали вот этот продукт. Slow Age. Мам, тебе вот такой вот порекомендовали. Поняла? Нужно будет пользоваться. Будет много чего интересного рассказывать. Мы кожу с мамой проверили, поэтому я вам попозже расскажу, что с нашей кожей вообще творится. Очень интересный тест. Я рада, что здесь такое делают. Головой. Так? После этого, пилищими движениями, мы прорабатываем заднюю поверхность шеи. Выглядит это таким образом. У меня здесь. Вот приблизительно вот так. И мы можем пройти вплоть до плечей, расслабляя нашу трапециевидную мышцу. Для того, чтобы не повредить наш позвоночник, мы ставим ручки немножко поздно. Средний возраст дожития на планете Земля увеличивается, увеличивается и увеличивается. Но возраст вхождения в менопаузу, к сожалению, увеличивается не так быстро. То есть, если раньше женщины не доживали до этого периода, то сейчас женщины живут почти половину своей жизни в эпоху эстрогена-дефицита. У тебя на себя-то, на свое-то счастье в времени вообще нет. То есть, в твоей жизни тебя нет. И уже самый сложный период — это 35 лет, когда ты принадлежишь кому угодно, но только не самому себе. 50 лет — платок. То есть, ты сидишь и раздумываешь, да, а что дальше? Как я буду дальше рисовать свою жизнь? И вот западные женщины начинают понимать, что они, в конце концов, имеют право на счастье. И начинают делать то, что им доставляет счастье. И что оказывается? 69 лет. Лучший возраст в жизни. 69. Ну, сомнительно, что это Америка, Великобритания и Австралия. Это страны с самым высоким уровнем в жизни. Думаю, что на Украине этот график был бы чуть-чуть подругой. Она беременела от каждого взгляда мужа. Как говорят, я беременела через куплю. Я уже не знаю, что это сделать. И тут вдруг она с этим замечает. А вот она не предохранилась ничем. Да тут 2 лет. А беременность не выступает. То есть ее вроде как это уже и устраивает. Да, потому что уже репродуктивные все планы решены к этому моменту. Но все же как-то такой звоночек. Потом начинают путаться месячные. То они идут 2 раза в месяц. То они потом замирают. 2 месяца нету. Потом идет кровотечение. Вот это первые симптомчики. Когда уже он будет адрес. Но самое главное, с чего сейчас стартует, это либо психоэмоциональные изменения. Вот такую женщину, которая вошла в этот период, становится видно сразу. То есть это начинает бороться за справедливость. Это не понимая. То есть на работе начальник тоже идиот, который я всю жизнь отдала этой работе, а он меня не ценит. И вот этот вот клубок, это звоночек номер 1. Сама женщина не понимает, что с ней происходит. Ей кажется, она же такая, что она как была, так она и осталась. Да, вроде бы. Все так же. Зато замечают все ее кожи вообще. Что с ней что-то не то. К нам сплошь и рядом на прием приводят своих жен мужья. И говорят, вы знаете, если бы я ее не знал 20 лет, я бы с ней уже развелся. Я бы никогда на такой не ленился. С ней что-то такое происходит, доктор, сделайте что-нибудь. Либо может дочка сказать, мама, что-то началось. Может быть, тебе стоит подойти к гинекологу, потому что ушел вот этот вот гормон протестерона. Вот этот гормон такой лаенности. Что делать женщину? Женщина мягкая, спокойная. Женщина остается на андрогенах. То есть мы борцы за справедливость. И эстроген, которые нам еще позволяют оставаться здоровыми. И влияние аминопаузы и периода после аминопаузы у нас состояние кожи. Уже 12 лет лаборатория Виши очень плотно изучает этот вопрос. И хотят предложить женщинам, какое может быть решение. Чтобы они прекрасно выглядели и любовались своим отражением в зеркале вне зависимости от возраста. Итак, один из основных компонентов, который влияет на состояние кожи, это гормон Дегран, который, к сожалению, в период менопаузы практически теряется. И вместе с этим снижается количество липидов кожи, снижается плотность эпидермиса, появляются складки и появляется провисание отру лица и шеи. Это то, что женщина может начать замечать уже в 40 лет, в 45 и позднее. Который называется неоводиол с комплексом входящих в него продуктов для борьбы со всеми возможными последствиями потери гормона ДГА. Итак, что же это за продукты? Во-первых, это, естественно, дневной уход. Вы все сможете ознакомиться про текстуры на тестер-баре. У нас есть все эти продукты. Можете проконсультироваться, также предиагностировать кожу, кто еще не успел. Дневной уход от виши есть и для сухой кожи, есть и для нормальной и комбинированной кожи. И это достаточно уникальный продукт, в основе которого лежит довольно сильная активная формула, протестированная дерматологами и имеющая клинически доказанную эффективность. Уже через 4 часа после нанесения продукта ощущается очень значительное повышение тонуса кожи, а именно практически до 40%. Также, естественно, есть средства для ночного ухода. В чем его особенность? В нем есть уникальная технология, запатентованная виши, называемая Аквакип. Она позволяет удержать влагу в коже и подпитать кожу влагой всю ночь. Кроме того, она имеет довольно сильный охлаждающий эффект, что особенно приятно для женщин, у которых у вас случаются приливы также ночью. Вокруг глаз и вокруг рта также начинают появляться мелкие морщинки. Это не очень приятно, и хочется избежать этого. И для этого есть специальный направленный на этот продукт, который поможет бороться и с мелкими морщинками, и улучшить контур губ. Что, конечно же, очень важно для любой женщины. И также хотела представить нашу новинку, которая совсем недавно появилась на рынке. Это уникальный продукт, который направлен на работу именно с зоной нижней части лица, шеи и декольте. Мы сейчас будем делать букеты красивые с мамой. Шикарные розы здесь. Сделали букеты вот такие, да, конечно, и листочки вон пообрывали очень красивые, да, у меня просто подлиннее, видимо. Вот, ну, у меня такое получилось, оно падает, все, оно такое вялененькое. Не, не надо расправлять, я нам просто это. Ну вот, у всех такие красивые. Жалко листики, конечно, то, что мы отрывали, очень жалко. Мам, ну у тебя красивый получился, такой строненький. Да, строненький. Мы с мамой уже сфотографировали, сейчас не без сахара, да, я сейчас по кофе, тоже сейчас буду пить. Мама себе сделала, или нам, точнее, парень делает, здесь также можно перекусить. Смотрите, нам фоточку распечатали, классно. Вот, пакетики, сейчас будем уже ехать домой. Покажусь сегодня я в своих штанах, кстати, очень нравятся классные, кожаные такие, пиджак свой новый и футболка белая. Сегодня реально очень много полезной информации мы узнали, особенно для женщин. И я потому, когда уже приеду, я вам расскажу более подробно, для тех, кому за 30 уже, за 40, за 50. Вот, мама с удовольствием послушала. Я уже дома, я как-то себя очень плохо чувствую. Вот, заказали с Юрой пиццу, и потом вспомнили, что у нас недалеко здесь открыли пиццу, недорогую, классную. Ну, сейчас много таких точек по Киеву, там по 70 гривен пицца, огромная, грубо говоря, да, очень вкусная, и 4 сыра. Помните, возле мамы я показывала, тоже как-то заказывали. А мы заказали в Питтсбурге, помните, я ходила, снимала вам во влог, и решили, ну, доставку просто курьером. Одна пицца, 40 сантиметров, 208 гривен получается. Блин, так бы мы две взяли, в том, не ларечке, как он называется. Ну, в принципе, там, как кафешкала такая, она построена уже. Вот, ну, что, будем знать. Попробуем еще пиццу такого сорта в Питтсбурге, а потом уже будем просто и проходить мимо, если Юра вот с работы будет ехать, захотел пиццу, зашел, купил. Вот, и все. Ребята, приехала пицца, бесплатная доставка была, я, конечно, дала больше, ну, как положено, сливыми, смотрите, какая красота. Без одного кусочка. Без одного кусочка, а где ж он делся? Я не знаю. Ай-яй-яй, Юра, я, кстати, не знаю, очень классная, ароматная. Слушайте, 40 сантиметров, на самом деле, так немало, я думала, что будет маловато, норм. И цена, это 208 гривен получилась пицца. Здесь колбаса, ветчина, ой, слюнки текут, сейчас на пиццу на текут, помидор, сыр, маслины. Юр, лосось. Да, нет, Юр, лосось они... Редактор субтитров А.Семкин